Сергей Анварович, добрый день. Вот, как известно, обещанного три года у нас ждут, но в данном случае уже даже этот срок прошел. Какова судьба общежития при ВЖД на привокзальной площади в Саратове? Летом сообщалось, что готовятся документы для передачи здания муниципалитету. Ну, с целью его дальнейшей реконструкции площади и создания там нормальных парковок. Спасибо. Ну, во-первых, мы-то были готовы к передаче, не были готовы к приему этих объектов. Мы передали два комплекса, это общежитие и комплекс зданий ФПК, передали в муниципалитет. Передали, если быть точным, когда. В сентябре, по-моему, в сентябре передали. Подписано соглашение, подписан договор о передаче. Поэтому мы передали, теперь они находятся в полном распоряжении города Саратова. Ответил? Да, спасибо. Взгляд инфо, Саратов, Клименко, Юлия. Сергей Анварович, вот какова судьба проекта реконструкции Саратовского вокзала? Очень впечатлила, конечно, модернизация Волгограда. Ждет нас что-либо подобное? Спасибо за вопрос. Не то, что ждет, но мы ждем выхода проекта из главгосэкспертизы. Мы планировали о том, что главгосэкспертизу мы пройдем в сентябре-ноябре 2020 года. К сожалению, у нас сроки сдвинулись на первый-второй квартал 2021 года. Как только мы получим положительное заключение главгосэкспертизы, получим разрешение на строительство, мы приступаем к реконструкции вокзального комплекса. Реконструкция вокзала Саратов заложена в среднесрочной перспективе компании РЖД. То есть мы не снимаем этот, не убираем этот проект никуда, чтобы вы понимали. То есть реконструкция вокзала будет. Мало того, скажу, что мы в 2019 году приступаем уже к капитальному ремонту здания, как оно у нас правильно называется, вот рядом с вокзальным комплексом. Где полиция? Да, вот рядом с багажным отделением. Мы там уже архитектуру будем поддерживать и приступаем к капитальному ремонту этого здания. А сам вокзал после только прохождения главгосэкспертизы. Потому что это реконструкция. И сейчас по новым нормам и правилам, к сожалению, без прохождения главгосэкспертизы, к сожалению, нельзя приступить к реконструкции. Поэтому вот так будет. А вообще, вот объемно-планировочные решения, они есть. Это будет все точно так же. Но, вы знаете, по вокзалу Волгоград, как правильно сказать, аппетит приходит во время еды. То есть вот, когда делали реконструкцию, вот надо бы завершать. Вдруг, а давайте вот есть предложение, допустим, бизнес-зал. Бизнес-зал, но уже с новыми технологиями, допустим, с технологией Priority Pass. У нас, вот я, может быть, не сказал, но технология Priority Pass на железнодорожном вокзале Волгоград, она уже действует. То есть вот, по-моему, один из трех или пяти вокзалов, где действуют такие технологии. То есть вот это надо было все внедрить. Вот смарт-отель, да, вот смарт-отель, он совсем недавно появилось вот такое направление, мы его реализовали. И вот дальше появляются вот эти вот, знаете, камеры хранения уже новые, да, то есть, ну, почему нет, да, там, санитарные комнаты. Поэтому маломобильная группа населения, ведь мы под это все нацеливаемся. И вот все хочется, 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 все больше, больше, больше. Я думаю, что мы и вокзал с вами сделаем хороший, он будет не самый худший. Будем считать, что наша задача с вами сделать его лучше, чем Волгоград, чтобы Волгограду было завидно. Но на Волгограде еще и звезда горит, еще и бой курантов появился. Вот, поэтому там Волгоград, он держит поле уперенства. Я уж извиняюсь за такое. Ну, по крайней мере, пока держит. А, да, 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 по крайней мере, пока. Но все равно мы приступим с вами. Вот, вы знаете, все равно это не видно, но работа идет, она вот такая сейчас. Здесь устраняются нарушения, там, там вот с точки зрения проектной документации. Конечно, вот мне тут сказали, что обещанного три года ждут, но, вы знаете, очень долго, да, так вот, реанимировать проекты, да, надо все проекты реанимировать. Надо посмотреть, пересмотреть, пройти все определенные мероприятия, чтобы приняли, чтобы были выделены источники финансирования. Потом проект на смертную документацию. Ну, мне чего вам объяснять, вы все прекрасно знаете. Поэтому долго запрягаем, но потом быстро делаем. На днях группа общественников посещала станцию Синная. Уже давно говорится о необходимости строительства там очистных сооружений. На какой стадии сейчас реализация проекта находится? Мы видели это обращение, и, во-первых, то, что люди небезразличны к судьбе своего поселка, это уже о многом говорит. Мы внимательно очень отнеслись к публикациям, потому что, действительно, если это была бы, вот такая, как было сказано, экологическая катастрофа в Синной, то, естественно, мы бы предприняли все меры и сделали бы все, чтобы ее не допустить. Вы знаете, когда мы начали разбираться, начали смотреть, ходить, откуда же все это берется, мы встречались с главой муниципального образования, встречались с Росприроднадзором, там же была и прокуратура, и, в общем, со всеми специалистами. Я вам могу просто прочитать протокол главы Вольского муниципального района, потому что мы там присутствовали, он проводил совещание Матвеев. В ходе совещания представитель воинской части 58-417 подтвердил, что источником загрязнения земель, информация о котором была размещена на сайте ИАС «Гляд.Инфо», является стоки, образующиеся при эксплуатации объектов водоотведения военного городка. В скобках проживает около полутора тысячи человек, и в воинской части. Объем стоков составляет около 500 кубометров ежедневно. Вышеуказанные объекты водоотведения обслуживают ЖКС номер 8 город Самара и филиал ФГБУ Центральное жилищно-коммунальное управление. Решили комитету жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики направить письмо об уточнении объемов стоков военного городка и направление запроса в Приволжскую дирекцию по тепловодоснабжению структурного подразделения на выдачу технических условий на присоединение к системе водоотведения ОЖД со сбросом на биологические очистные сооружения. Рекомендовать ВЧН 58417 направить в адрес администрации Вольска муниципального района Саратовской области и Приволжской железнодороги информацию о фактическом состоянии проекта строительства очистных сооружений для объектов Минобороны, сроках проектирования, строительства и строительства объемов финансирования. И следующий протокол уже от 22 сентября принять сведения и информацию ЖКС номер 8. Поскольку основной объем стоков от жилого городка транзитом идет по территории военной части к месту, где должны быть очистные сооружения, их нет, в настоящее время сброс сточных вод на рельеф местности прекращен быть не может, даже если военная часть прекратит сбрасывать сточные воды и начнет их вывозить машинами. Обращение в Минобороны РФ по вопросу строительства собственных очистных сооружений результатов не дали. Прием сточных вод в объеме 500 кубометров в сутки на очистные сооружения РЖД, спроектированных и планированных строительств в 2021 году, также невозможен ввиду того, что проектная мощность составляет 1000 кубометров в сутки при фактической загруженности 760. Принять к сведению и отметить. Провести комиссионное обследование, рекомендовать администрации о прекращении загрязнения и ВЧ, воинской части, о прекращении загрязнения срочными водами муниципальных земель и проведении рекультивации загрязненного земельного участка в случае ее неудовлетворения с иском в суд. Поэтому действительно источник загрязнения есть. Он, к сожалению, находится не вне зоны досягаемости компании РЖД. Все, что касательно очистных сооружений. Очистные сооружения, куда выезжала комиссия, у нас здесь даже присутствует руководитель экологической лаборатории, были замерены все предельно допустимые концентрации, которая существует на честных сооружениях. Компания РЖД не сворачивает свою деятельность, и честные сооружения будут построены в среднесрочной перспективе, о чем уведомлялся и руководитель общественного совета. И в среднесрочной перспективе мы реализуем этот проект на станции Сеной. Если говорить о жизнедеятельности компании РЖД, там тоже было сказано много о том, что железнодорожники загрязняют экологию. Напомню о том, что самый большой объект железнодорожного транспорта, который находится на станции Сеной, это локомотивное депо Сеная, то в 2019 году компании РЖД были выделены инвестиционные средства 23 миллиона рублей и построены новые очистные сооружения эксплуатационного локомотивного депо Сеная. То есть за собой железнодорожники убирают, назовем так это. В общем-то, а то, что есть вопрос по Сеной, это однозначно он есть. То, что мы будем решать по очистным сооружениям, будем решать. И мы от этого не уходили. Мы заявляли и заявляем о том, что мы действительно построим очистное сооружение. Но вопрос не связан с очистными сооружениями с точки зрения экологической катастрофы. Он немножко глубже и немножко дальше. Ответил на вопрос? Просто хотелось уточнить, что вы имеете в виду под среднесрочной перспективой. 21-22 год.